На площади Ленина многолюдно с самого утра здесь звучит музыка, а растяжка на Дворце культуры приглашает полевчан стать участниками важного события в выставке товаров местного производства «Город больших возможностей». Уже на улице на площади у Дворца культуры расположились полевская коммунальная компания, представляющая деревянные беседки и элементы дачного ландшафта, а также завод пожарных автомобилей, спецавтотехника. Именно с осмотра чудо-машин экстренного реагирования и начали экскурсию по выставке первые лица города. Пожаротушение намного лучше и эффективнее, чем обычных автоцистерн, вот это компенсационная пена. Технологию лучше посмотреть на нашем сайте, там все расписано, более подробно и интересно. А это уже творчество плотников полевской коммунальной компании. Интересу гостей вызвали деревянные изделия для самых маленьких полевчан. Кроватка из натурального дерева выполнена руками мастеров полевской коммунальной компании. Мы действуем третий год на такой выставке и пытаемся, конечно, разнообразить, показать нашим жителям, нашим потребителям ту продукцию, которую мы можем изготавливать, которую можно использовать не только в сфере жилищных каких-то услуг, но и также в каких-то своих приусадебных участках. Поэтому каждый год мы пытаемся внести разнообразие, расширить спектр всей продукции, которую мы можем позволить выполнять собственными силами. Ну а дает нам, конечно, это прежде всего сделать один шаг ближе к нашим потребителям, и чтобы люди видели, что мы можем сделать, и чтобы они заказывали у нас то, что мы изготавливаем. Главная задача сегодняшней выставки – формировать бренд города Полевского, как города способных и мастеровитых людей, а еще продекламировать все виды услуг и товаров, которые производятся на нашей территории. Инициатива проведения подобной выставки вот уже не первый год принадлежит Полевскому филиалу Свергловского областного союза промышленников. Эту идею поддержала и администрация города. Как итог совместной работы 44 экспозиции, среди которых и предприятия пищевой промышленности, швейные производства и торгово-сервисные сети. Мы хотели предоставить возможность каждому предприятию, каждому предпринимателю раз в год показывать свои достижения, показывать, что он производит, какие услуги он оказывает, и, по сути дела, рекламировать себя. На таких выставках жители и гости города узнают, что Полевской – территория с большими возможностями. Здесь каждому найдется место для развития своего бизнеса. Меня, например, порадовало даже, что Полевской производит такие пожарные машины, но это совершенно новый автомобиль, который позволяет до 10 тысяч кубических метров пены сам производить и тем самым тушить пожары. Это и сохранять лес, и сохранять строение, и сохранять, в конце концов, жизни. Очень приятно, что действительно все организовано, что увеличивается количество участников. И, наверное, не наверное, абсолютно точно, все-таки эта выставка дает развитие малому и среднему бизнесу. И дает возможность Полевчанам увидеть то, что у нас производится не только, скажем, на Северском трубном заводе или Бориском к релитам, но и на, опять же, малых или средних предприятиях. Среди участников выставки есть и новички. Среди них – Управление рабочего снабжения Северского трубного завода. Они занимают один из самых больших павильонов. Предприятие представляет весь спектр своих услуг. Это и организация выездных банкетов, кейтеринг – так называемый выездной ресторан. Очень аппетитно и вкусно выглядит и кондитерская продукция этого пищевого предприятия. Сегодня она доступна как для работников Северского трубного завода, так и для всех остальных полевчан, говорит Денис Шихмин, начальник отдела общественного питания УРСЭТЗ. Отдельный стол занимает оборудование для быстрого питания. Эту продукцию – блины и вафли – можно было даже продегустировать. В начале этого года мы до конца завершили все наши проекты, которые мы разрабатывали на протяжении нескольких лет. Как я уже сказал, это кейтеринг, это кондитерское производство. Сейчас это все подошло к своему логическому завершению, и мы можем со спокойной душой все представить на суд, как говорится. А вот хлебопекарное предприятие «Технологии» участвует в выставке уже не первый год. Готовились основательно. Разработали новые виды продукции и побеждали на областных конкурсах. Удивляем, во-первых, вторым местом по области хлеб массового производства. Хлеб пшеничный первый сорт. Мы в этом году заняли второе место по области среди больших хлебозаводов. Удивляем новинками. У нас новые тортики с йогуртом и со вкусом бомбира. Удивляем новыми булочками. Булочки у нас маленькие, к супу называются, с чесноком, с луком, ржано-пшеничным. Ну и постная продукция, так как мы работаем с Новотехинским монастырем. Только сообща мы сможем сделать город сильным и могучим. Наша цель – вывести его в первые ряды нашего промышленного региона, говорит председатель Полевского филиала Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Зуев. Рекламируя продукты своего труда, мы по сути дела рекламируем наш город. Мы прославляем его экономический потенциал, развивая свой бизнес здесь на территории. Мы развиваем экономику нашего городского округа, прославляем город Полевской, укрепляем его, а укрепляя свою малую родину, мы, естественно, укрепляем нашу Россию. Пройдя по выставке и познакомившись со всеми ее участниками, гости делают вывод – Полевской действительно город больших возможностей. Ксения Володенкова, Евгений Просиков, новости нашего города.